Подкопать в земле ямку, установить в ней саженец, присыпать землей и утрамбовать. И так сотни тысяч раз. Специалисты спецремстрой зеленхоза высадили в городе полтора миллиона цветов, но десятая часть из них уже уничтожена. Недобросовестные горожане изо всех сил стараются придать городу более унылый вид. Подростки, они обычно просто, как бы сказать, не то что хищением занимаются, а вандализмом. Они могут вытащить, где-то кинуть, ну, покуражиться. А кто остальное вытаскивает, конечно, мы не можем это точностью сказать. Ну, я думаю, что это все равно на балконы или на свои дворы. Особой любовью у похитителей пользуются петуньи, но не брезгуют они и остальными растениями. В подвесных кашпоек, аскадных клумбах специалисты часто недосчитываются цветов, особенно в нижних ярусах. До верхних воры не дотягиваются, да и выкопать незаметно не получится. Бороться с этим трудно. У каждой клумбы охрану не поставишь. И камеры видеонаблюдения есть не везде. Самарцы предлагают взывать к совести вредителей. Это глупо, потому что все делается для города, для того, чтобы у нас везде было красиво, а не только на своих участках. Общественное мнение создавать. Все-таки это лучший, наверное, вариант, когда окружающие не поддерживают таких людей. Есть соответствующие статии законодательства. Может, так того, как хулиганство. Соответственно, правоходительным органам за это тщательно следить. Ежедневно специалисты объезжают цветочные посадки, делают ревизию и составляют список, какие сорта и в каких количествах нужно досадить рассаду в расхищенные клумбы. Для этого в оранжереях выращивают страховой запас растений. Это дополнительные расходы для городского бюджета, тогда как эти деньги могли пойти на другие социально значимые нужды. Плюс это дополнительный и чаще всего нелегкий труд рабочих. Поэтому специалисты просят бережно и с уважением относиться к озеленению. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.